Приветствую вас, Аноним. Вопрос задаётся следующий. После затяжной депрессии стала более запрятанная, особо хочу проводить досуг с людьми. Выхожу в социум только по делу, покупке, платёжке, рабочие дела. Велается в таком образе жизни уже патология, социопатия. Нет желания совершенно без дела общаться с людьми. Ну и неприятные разговоры, просто о том, как у кого дела, кто чем живёт, нравится быть одной и в свободное время. И вообще, в принципе, заранее спасибо за ответ. Ну, для такой сложной, как у вас, ситуации и позиции, на мой взгляд, я бы сказал, что слишком мало информации вы дали. Вот, по той простой, в общем-то, причине, что необходимо лучше понимать контекст, вот, необходимо лучше понимать контекст вашей ситуации и в целом ваше состояние, потому что вы говорите, что после затяжной депрессии, вот, как бы вы проходили лечение, проходите ли вы, зафиксировали ли вам, соответственно, выздоровление, вот, и так далее. Это очень важно. Важно понимать и то, какой вы были, например, до депрессии, и важно понимать, из-за чего у вас депрессия была. То есть, если это просто в результате, например, физических повреждений, так называемая экзогенная депрессия, это одно. Если в результате психологических, так называемая эндогенная депрессия, это другое, это с вероятностью 50 на 50 может быть как симптомом, так и наоборот проявлением того, что вы выздоравливаете. Тут непонятно. Если честно, я бы рекомендовал бы больше, наверное, обратиться к вашему личному врачу и у него уже проконсультироваться. Что касается меня, то лично я считаю и думаю, что пока в целом вас ваше состояние устраивает, можете, в принципе, в нем находиться. Другое дело, что не подавляете ли вы в себе что-то, да? Не бежите ли вы от чего-то. Кроме того, вы говорите, что вам неприятны разговоры. Ну, ни о чем. То есть, они именно неприятны. Если бы вы выбирали свой образ жизни, наверное, вам это было бы просто неинтересно, вам было бы все равно. Неприятные ощущения, это все-таки о чем-то досвидетельствует. Вот. Например, о том, что за время своей болезни и за время вашей терапии вы, ну, вот, в какой-то степени, может быть, отделились, отдалились, простите, от людей. Вот. И отдалившись от людей, вы сейчас, да, можете чувствовать себя, например, ну, в какой-то степени за, то есть вот, ну, за гранью их. То есть, это такое вот состояние, когда вы не ощущаете себя частью, например, ну, какого-то общества, частью, там, к примеру, какого-то социума, да, и так далее. И одно дело, если вы этого, например, не хотите. Это одно дело и один момент. И другое дело, если вам этого, например, все же в той или иной степени хочется, и вот тогда это уже совсем другой вопрос. Поэтому вот здесь повторюсь. Важно понимать, на мой взгляд, по крайней мере, все возможные нюансы. Но то, что вам именно неприятно, не стоит путать с выбором. То есть, выбор быть с кем-то или не быть с кем-то. Выбор, который мы делаем, он делается свободно. Это свободный выбор. И свободный выбор отличается от вынужденности тем, как правило, что мы не испытываем откровенно, совсем уж негативных ощущений. Вот. Когда думаем об альтернативе. Это, если угодно, называется, так скажем, непредвятость, беспристрастность. Вот. Поэтому я бы здесь, конечно, обратил бы внимание на то, что вам именно неприятно. в контексте вашей депрессии это может быть как бы проявлением определенных, скажем так, трудностей. Вот. Которых вы можете избегать подобными, ну вот, подобными, как бы, действиями, да, подобным поведением. Вот. К людям, к людям может, значит, ну, так сказать, происходить охлаждение. И в целом избегание взаимодействия начинается при проблемах человека с самооценкой. Когда человек вот как-то боится или не хочет, например, чтобы его оценивали, подавляя при этом некоторую свою, так скажем, ценность, подавляя некоторую свою ну, вот, если можно так выразиться, да, некоторую свою индивидуальность, некоторую свою самобытность, некоторую себя. В общем и целом подавляя себя. И как вы понимаете, как вы понимаете, речь как раз идет про подавление. А в свою очередь депрессия или вот то, то, о чем вы говорите, да, тем более, ну, как бы, затяжная депрессия, да, вот. Это история про вас, поэтому тут конечно может быть подобное вот как-то связано. То есть это может быть связано. Вот. я, естественно, не хочу как-то вот вас пугать, я не хочу как-то вас накручивать, но просто хотелось бы, чтобы вы обратили на эти вещи свое внимание. Я бы, конечно, не говорил бы о таких вещах, в обязательном порядке, как патология, хотя бы потому, что мы психологи не выявляем патологии как бы в какой-то степени можно сказать, что люди для нас по большому счету все здоровы и вы не являетесь исключением вот поэтому именно именно о патологии я бы говорить, конечно, не стал бы именно о патологии говорить бы я не стал, но как бы изучить изучить немножко подробнее подробнее вашу ситуацию, вашу историю, на мой взгляд, вполне возможно, вполне можно или в частности рассмотреть вашу историю с вашим врачом, поделиться с ним своей проблематикой, поделиться с ним тем, что вас, к примеру, беспокоит, если вас это беспокоит, вот, и так далее. То есть, нужно, повторюсь, более внимательно и пристально, детально, если можно так выразиться, изучение вашей ситуации, потому что и заблуждение вас вводить не хочется, не хочется, да, потому что я не думаю, что это может быть для вас чем-то хорошим и справедливым, вот, и в то же время как-то вот говорить о том, например, что ну, все совершенно в порядке, наверное, не хотелось бы тоже, потому что это, наверное, было бы не совсем в данном случае правда. Вот. Повторюсь, основное то, что вам именно неприятно. Вы можете последовать, вы можете последовать за своим, ну, за своим ощущением, да, того, что вам неприятно. Вы можете поисследовать это чувство и увидеть, возможно, увидеть, возможно, и скорее всего, увидеть то, что в общем и целом скрывается за этой истории за тем, что вам неприятно. Вы можете с этим познакомиться. Вот. И тогда у вас будет вполне возможно гораздо больше информации, с которой уже можно будет работать. Вот. А сейчас пока что это, к сожалению, максимально общая, ну, максимально общая такая информация, вот, максимально общая история, которая мало о чем говорить. Вот. А делать вот какие-то ну, безответственные заявления в данном случае я бы не хотел. Вот. Поэтому зависит от ваших ощущений, вот, не больше и не меньше. Зависит от того, как вы себя чувствуете, зависит от того, как вы себя ощущаете. Вот. и не обманываете ли вы вот в данном случае себя. Вот. Я думаю, я думаю, что ответ вам может быть дан именно такой, именно с такой позиции именно с такого взгляда. Вот. Понимаете? Ведь мне кажется, что не случайно вы обратились именно с этим вопросом. Если бы вы были как мне кажется, на допустим 100% уверены в том, что вас все устраивает, если бы вы были на 100% уверены, что вам ну что вам все нравится, вот, наверное, вы бы и такого вопроса не задавали бы. Поэтому я рекомендую вам, несмотря ни на что, прислушаться к себе, вот, прислушаться к своим ощущениям, и следовать за ними. Куда вас это приведет, неизвестно, но это всяко лучше, чем оперировать такими словами, да, такими терминами, такими терминами, если угодно, вот, как патология, не патология, мне кажется, что вы достаточно больше. Вот, на этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, я надеюсь, что какую-то пищу для размышлений вы для себя смогли получить, вот. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это вам позволит и поможет начать работу над собой, вот, 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 через обратную связь, в данном случае, так скажем, первичную мне, вы могли бы запустить процесс работы над собой, вот, конечно, при условии, если вам это нужно, если вам интересно, и если вы этого хотите, то есть, как бы, ну, понятно, что, если вы, допустим, в этом чувствуете, что особо не нуждаетесь, или совсем, там, к примеру, совсем недавно, да, вот, проходили, например, лечение, да, если совсем недавно закончился терапевтический курс, вот, то, конечно, тут можно немножко отдохнуть, да, прийти в себя после курса, вот, не гнать себя, не торопить, это очень важно, вот, чтобы вы этого не делали, чтобы вы не торопили себя, и дальше, дальше уже будет, конечно, ну, дальше будет виднее, вот, если же, ну, вот, так, в ближайшем, таком, прошлом у вас ничего не было, то есть не было, не было никаких психотерапевтических мероприятий, вот, то я рекомендовал бы обратиться хотя бы на пару раз, чтобы вот в себя разобраться, и как-то вот для себя понять, в какую сторону вам можно и нужно двигаться, вот, это решайте, ну, всегда, всегда это решайте только вы, исключительно, за вас никто решать это не будет, не будет, вот, поэтому переживать по данному вопросу не нужно, вот, я желаю вам удачи, я желаю вам успешно себя разобраться, надеюсь, что послужил для этого подспорьем, всего вам самого доброго, обратно, надеюсь, актуст,